Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Рухлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде, Надя Эггерс. И мы сегодня сделаем темой нашего обзора таунхаус в комьюнити, который называется Терра Верде. Это туристический коридор, и таунхаус сдается в Airbnb. Чем привлек меня этот таунхаус, почему я хотела вам его показать? Из-за того, что я вижу в нем хороший потенциал. Это цена. Цена этого таунхауса 346 тысяч. Я чаще всего вижу возле 400 тысяч, там 365, 370. Здесь хорошая цена. Таунхаус небольшой, он 1286 квадратных фит, в переводе на метраж 119 квадратных метров. Этого больше, чем достаточно. Не нужно покупать огромные хоромы, потому что огромные хоромы изначально в цене будут дорогими. Вот такие небольшие дома или таунхаусы, 3-4 спальни до 450 тысяч. Не нужно покупать здесь 700-800, они вам так не отобьются, как маленькие вот эти дойные коровки. Сегодня один из них мы покажем. Еще раз я хотела бы обратить внимание, чем мне очень понравился этот таунхаус. В нем сделан свежий ремонт. Комьюнити было построено в 2004 году, и, естественно, таунхаусы здесь были построены в этом же году, 2004 год. Красивые черепичные крыши средиземноморского типа. Такой вид крыш очень привлекает туристов, когда они просматривают Airbnb-страницы и выбирают, где им остановиться, когда они приезжают в Дисней, до Дисней парков, отсюда 15-20 минут, в зависимости от пробок. Находится в Кисиме. Эчоей, ассоциация, 376 долларов в месяц. Это среднестатистическая для комьюнити, где сдается под Airbnb. Что входит в этот Эчоей? Баскетбольная площадка, бассейн, клабхаус, у них есть даже муви-рум, типа маленького кинотеатра. И тики-бар есть в бассейне. Мы это вам снимем попозже, после обзора этого таунхауса. И налог на этот таунхаус 2898 долларов в год. Также, кстати, обычно в ассоциацию, если вы приобретаете таунхаус, будет входить так называется Master Policy Insurance. Это покрытие крыши и внешних стен. То есть ваша страховка будет, личная страховка будет ниже, Эчоей выше. А если вы покупаете, например, частный дом, ваша страховка будет выше, потому что крыша и стены будут лежать на ваших плечах, но ассоциация будет немножко ниже. То есть, в принципе, это друг друга перекрывает. Чтобы вы не покупали, в конечном итоге, ваша годовая затрата на страховку, налог и ассоциацию, оно в принципе друг друга перекрывает. Оно в конечном результате, то есть от перемены слагаемых сумма не меняется. Давайте сейчас пройдем, у нас как раз выехали туристы, это было единственное окошко, когда мы могли снять. Я, кстати, посмотрела календарь этого таунхауса, он забит до августа месяца включительно. Поэтому мы можем попасть сюда только в промежутке, когда выезжают и заезжают туристы. В 11 часов одна семья выехала, и в 3 часа другая семья будет заезжать. Вот как раз отъезжает человечек, который производил уборку. Да, да, вот он как раз убрался, вы видели, он тут бегал. Да, здесь у нас входная зона, вот такие ящички ставятся для мусора, вывозится мусор, ассоциации вывозят. И здесь кладовка, она сейчас закрыта, мы не можем посмотреть, но обычно это небольшое помещение, где можно хранить материалы для уборки, швабры, ведра. В общем, проходим мы внутрь. Так, меблированное. Все меблированное, что вы видите сейчас на камере. Это входит в пакет вместе с продажей. Немножко откроем окна для света. Так, кухня. Поверхность кварцевая, я опять-таки повторюсь, что в этом там хаусе был сделан полный ремонт, и он очень приятный и симпатичный. Да. Шкафчики серого цвета, модный цвет. Вся утварь здесь, вся посуда. Остается, да. Все это остается. Аплайнсы тоже остаются, да? Аплайнсы, вот все, что вы сегодня видите, все это остается, все чистенько. Опять-таки уборка только что произошла. Здесь стаканы у нас находятся, кружечки. Все это переходит на уму хозяину и буквально готово сразу к бизнесу. То есть без ремонта, без переходящего какого-то времени для того, чтобы мебель докупить или посуду докупить. Это уже готовый бизнес, продается вместе со стенами, так сказать. Приятная поверхность, светленькая, да, цвет кухни красивый. Здесь у нас, Юля, половинка санузла. И половинка санузла. А где свет? Так, не знаю. Сейчас разберемся. Очень удобно, блин. Очень неудобно, но свет за дверью. Новые раковины. Такой декор приятный. Все новенькое. На полу лежит винил. Винил. Слушай, винил. Точь в точь, как у нас. У нас такой неудобный. Такой устойчивый винил. Кстати, у меня в гостевом домике точно такой же цвет и точно такие же планки. Он очень водоустойчивый, с ним ничего не случается. Это отлично для сдачи в короткую аренду. Здесь у нас небольшая лондрером. А, смотри, тут еще вот хитр стоит водонагреватель и кладовочка. Можно поставить кое-какие вещи. Далее. Так, шторки мы разденем. Шторки открыли, стало посветлее. Да, чтобы было посветлее. Шикарный вид, но мы туда попозже пройдем. Да, да, да. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны кухни. Столовая. Мебель, кстати, тоже такая новенькая. Они буквально сделали не так давно ремонт и поменяли, видно, мебель. И все, знаешь, такой под стиль. Очень стильно. Да. Ни в коем случае нельзя перезагружать то, что вы сдаете в Airbnb. Не должно быть тяжелых диванов, не должно быть тяжелой мебели, не должно быть слишком много декораций. Я просто вижу иногда дома, ну, столько. Там перегружено все. Да, там идет перебор. Должно быть все со вкусом, стильно. Лаконично. Да, и лаконично. Здесь такой уголок у нас. Здесь приятно, приятно. Обеденная зона на шесть человек. Ну, честно говоря, я не могу сказать, что прям какая-то мебель такая, знаете, вот в которой хочется утонуть, но... Особенно кресла, да, они симпатичные, такого европейского стиля, но сидеть на них, наверное, не будет так комфортно. Но смотрится красиво, да, да, на Airbnb. Что я здесь точно поменяла, это вот этот телевизор, тумбочку бы я выкинула, может быть, я оставила, но телевизор должен быть большой. Ну, правильно. Кстати, это очень важный фактор для хорошей сдачи, один из факторов, хороший. Где семья, да, с детьми особенно. И должно быть подключено Smart TV, то есть Netflix, Apple TV, вот это вот все должно подключено. Это идет к хорошим, как ревью потом, когда вы будете получать отзывы от клиентов, они всегда скажут, что там был плохой телевизор, если он был. Если хороший, может быть, они ничего не скажут, но, по крайней мере, плохого ничего не скажут. Вот этот телевизор нужно или переносить в спальню, здесь нужно вешать, насколько можно, большой сюда влезет, согласна. Экран. Интересный, даже смотри, они поменяли световое такое решение. Да, светильники. Светильники хорошие, да. Все стильненько. Так, с первым этажом мы закончили, проходите на второй. Проходим на второй. Так, тут у нас ковролин. Здесь ковролин у нас получается. Так, и поднимаемся. Так, проходим, включаем свет. Включаем свет. Такой вот небольшой декор. И будет сюрприз. Смотрите, какая комната. Она уже тематическая. И это очень важно. Классно. В объектах, которые сдаются в Airbnb, чтобы была одна или хотя бы одна или две тематические комнаты. Ну, если позволяет, да. То есть здесь три спальни, они сделали две тематические комнаты и одна хозяйская спальня. То есть для детей точно надо тематические. Это Гарри Поттер. Да. И очень, кстати, интересно совкусы. Классно, классно. Вот, посмотрите, здесь метла есть как декорация, светильники тоже интересные, книжечки как декорация, даже тумбочка и сова. Две совы в клетке. Не, хорошо придумали. То есть вот здесь тоже небольшой телевизор. Ну, для детей, в принципе, здесь достаточно. Ну, это такой старомодный телевизор, может быть, он достаточно. Слушай, я бы перевесила тот вот побольше сюда, а там купили бы. Ну, это то, о чем я говорила, что хороший ТВ туда просится. Согласна. Здесь вот комната у нас тоже тематическая под Микки Мауса, под Дисней. Для детей, которые помладше просто, да? Да. Здесь, смотри, вообще-то три ребенка поместится. Два внизу, один вверху. Можно много вместить. Можно много вместить, да. Посмотрим, куда у нас окна выходят. Понятно. Эта сторона выходит у нас на парковку. И проходим. Давайте уже по очереди, раз мы начали с детских спален. Это ванная комната для вот этих двух детских. И что тут у нас? Так, ванная, душевая ванная. Все чистенько, стерильно. И заходим мы в мастер-бедрум. О, слушай, хорошая кровать, кинг-сайз. Тоже все стильно. Теперь смотрим вид из окна. Вот здесь хороший вид из окна. На озеро. Так, вот наш дворик мы посмотрим позже. А вот если посмотреть у соседей, у них есть так называемый hot tub, spa или джакузи по-русски. Что просится в этот там хаус? Вроде здесь есть все, и все идеально. Но я бы советовала тем, кто купит этот там хаус, обязательно нужно поставить джакузи. Цена в районе 5000 долларов, но это будет окупиться. Потому что туристы любят какое-нибудь болото, какую-нибудь лужицу. И вот эти вот хаттабы, они пользуются большим успехом. Если они хотят уже пойти в бассейн, то и, пожалуйста, на здоровье, клабхаус. Есть еще, вот если ты посмотришь вот туда чуть-чуть подальше, угловые таунхаусы, у них бассейн. У них не хаттабы, у них бассейн. Мы уже снимали один из таких давно-давно. Но эти таунхаусы, их цена будет где-то 430, 440, 450. Вот так уже, естественно. А это 346. Вот, ну, просто подумать, если вы покупаете на сотню дешевле, и чуть-чуть дешевле будет сдаваться, чем то с бассейном, разница в цене по сдаче будет не такая большая, капрейт, в принципе, у них будет одинаковый. Так, теперь поясни, да? Капрейт это годовая прибыль в процентном эквиваленте, в процентной ставке, да? То есть... Со сдачей в аренду. Со сдачей в аренду, да. Капрейт это чистая прибыль. То есть у них капрейт будет практически одинаковый, учитывая цена продажи, цена сдачи за ночь, и то цена продажи и цена сдачи за ночь. У кого какой бюджет просто? У кого до 400, до 350, пожалуйста, такой таунхаус. У кого бюджет больше, можно смотреть или сингл-хаус, или такой угловой там хаус с бассейном. И давайте пройдём. Здесь у нас... Отдельная ванная, да? Мастер-басрум. Ага. Здесь одна раковина, и здесь у нас душевая. Всё стандартно, если ты обратила внимание, все ванны, все раковины идентичные тумбочки. Да, да, да. Но всё равно это смотрится симпатично, чисто, свежо. Стильно, вот, конечно. Просто разные декорации. Угу, да. Мне приятен этот таунхаус. Он не старый, и видно, что за ним следят, потому что здесь постоянно... Постоянно люди останавливаются, и постоянно идёт уборка. Причём генеральная такая хорошая уборка. О, смотри, какой здесь второй свет большой. Так, а сейчас мы выйдем на балкон. Бэкьярт. Вот. Давайте сначала мы покажем вид красивый, какой здесь на озеро. Так, это от кондиционера нашего получается. Вот так вот немножко отгорождено. Но почему? Чтобы было прайвеси, да? Если поставить хот-тап. Да, это для приватности. Здесь ставится хот-тап. Я бы ещё поставила несколько шезлонгов, зонтик. Вот это там. И, пожалуйста, наслаждение красивым видом. Потенциал в этом Танхуме я вижу. Он всё-таки недорогой. Да. В хорошем комьюнити, хорошее расположение по отношению к паркам. Вот так. Ну что... Как вам, ребята? Да. Давайте свои комментарии. Мне понравилось. Плюсы, минусы, понравилось ли вам. И мы сейчас проедем, покажем Клабхаус. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да. Перекусим. Да. Пока.